А спонсор этого ролика канал Эль Диабло. Серега делает качественные стримчанские по различным играм в отличном качестве и 60 фпс. И никогда не жалеет финансов для своих ребят. И в этот раз он делает турнир по Доте 2 с призовым фондом в 35 тысяч рублей. Плюс подарки и ништяки. А по ссылке в описании вы сможете зарегистрироваться на турнир и заполнить заявку. Главное подписаться на его канал и сделать репост. И уже 11 декабря будет полный и конкретный розыгрыш подарков и ништяков. Всем привет друзья. Сегодня поговорим о лучших и самых удачных игровых франшизах за всю историю компьютерных игр. Нелегко было собрать этот топ, когда хочется вложиться в пятерочку, а получается 6. Это будет годный ролик, обещаю. Видео со смыслом и душой. А моя такса помогала создавать мне этот ролик. И за это ей Лукас обеспечен. Готовьте чай и погнали. Привет. Ты не спишь? Это тот самый помощник, который помогает мне писать ролики. Все мои ролики. Лежит у меня на ногах. И греет меня. Шестое место. Серия Doom. Будучи первой игрой в жанре шутера в 1993 году, Doom оказала огромное влияние на мир видеоигр. И на меня в том числе. 1996 год. Мать работает бухгалтером на одном из крупнейших предприятий, где есть компьютеры. Ну и понятное дело, что даже тогда дядьки-инженеры и техперсонал доставали дискеты с различными играми, в том числе и Doom. Эмоции, которые сопровождали совсем юного парня от увиденного на экране, не соизмеримы ни с чем. Потрясающая графика, невероятные возможности, головокружительная атмосфера и десятки часов геймплея. Тогда хотелось лишь одного. Остановить время и как можно дольше посидеть за компьютером. У игроков была возможность использовать любое оружие, чтобы прикончить всех монстров и пришельцев. В продолжении видеоигры Doom 2 в 1994 году создатели на этом не остановились. И данная франшиза полноценно развивается до сегодня. Пример тому перезапуск серии Doom в 2016 году. ID Software это ребята, которые не только могут соблюдать традиции в течение десятилетий, но и успешно поддерживать игровую серию, радуя фанатов и ценителей мясных шутеров. За то, что игра положила начало шутерам от первого лица, техническими нововведениями и сохранением игровых традиций, серия Doom получает шестое место нашего топа. Пятое место. Need for Speed. Успешная франшиза, которая на данный момент имеет 25 полноценных игр. Ребята, 25! Первая часть серии вышла в далеком 1994 году на 3DO. И не каждый, кто смотрит это видео, вспомнит времена PlayStation 1, то 1995 год и эмоции от самого дорогого и реалистичного гоночного симулятора того времени. Я поиграл в этот шедевр впервые в 1999 году. Отец тогда работал на туристической базе, и на отдых приехала семья немцев, знакомые отца. По стечению обстоятельств я познакомился с парнем из этой семьи, и мы днями напролет проходили трассы Need for Speed. Наличие гоночного руля PlayStation добавляло игре невероятной реалистичности и полнейшего погружения в мир Need for Speed. Прошло уже более 16 лет с того момента. Мои глаза повидали успешную Need for Speed Underground 1 и 2, безупречный в то время Most Wanted, и компания Electronic Arts экспериментировала над своими продуктами и не совсем хороший шаг в развитии серии сделала в 1997 году, когда решили убрать из игры полицию, а гонки сделать исключительно кольцевыми. Но, как говорится, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. И серия Need for Speed успешно занимает пятое место нашего топа. Четвертое место. Игровая серия Call of Duty. Не включить эту серию в список самых успешных франшиз, но просто полное кощунство. Молодое поколение, кое смотрят данное видео, начинали свою игровую карьеру максимум с Modern Warfare. А может и позже. Напишите в комментариях, вдруг я ошибаюсь. А вот глаза более старшего поколения успело повидать развитие серии с самого начала. В 2003 году ликовали только владельцы пекарни. Или те, чья мамка или отец на работе имели компьютер с 256 мегабайтами оперативки. В то время я еще не имел личного ПК, но иногда после школы забегал к мамке на работу, чтобы порубиться в колду. Вот тогда я и полюбил серию за хороший сюжет о мировой войне, эпические сражения, красочную графику, изобилие вооружений и насыщенный геймплей. А далее вторая часть, Modern Warfare, великолепная World at War. И для меня она закончилась на Black Ops 2. Но не закончилась для всех. И по сей день имеет стабильные, многомиллионные продажи. А раз люди покупают, значит, что-то в ней есть. Бабки есть, успех есть. И отрицать это, по крайней мере, глупо. Третье место. Серия Assassin's Creed. Те эмоции первого прыжка веры можно сравнить только с чем-то неизведанным и совершенно новым. Игра, которая переносит тебя на сотню лет в прошлое. Историческое событие, которое мы можем пережить благодаря анимусу. Гениальная затея. И компания Ubisoft справилась с этим на все 100%. Мое знакомство с серией Assassin's Creed началось полноценно со второй части. Ubisoft прививали любовь не только к харизматичному главному герою, но и его семье в целом. Невероятно детализированные города, историческая эпоха позволяла игроку погрузиться в игру полностью. Многие из нас учили историю благодаря этой игре, а также смогли посмотреть на исторических персонажей в реализации разработчиков. По вечерам мы с женой играли за Эцио Аудиторе, переживая историю и события второй части. Смотрели как кино с возможностью взаимодействия. А главная серия Ассасинов растянула события на несколько лет, заставляя пережить историю глазами кровных родственников Эцио, перемещая игрока в разные исторические эпохи по разным уголкам земли. Нововведения в части «Черный флаг» заслуживают вообще отдельного видеоролика, а Юнити вышла не вовремя и не оптимизированной. Так или иначе, франшиза очень успешная, а главное, не перестает радовать ценителей серии по сей день. А синдикату вообще отдельный респект. 2 место серия Ведьмак Без слез говорить о данной франшизе ну просто нельзя. Три части, которые вышли в свет благодаря Сапковскому, получились не то чтобы безупречными, они получились шедевральными. В особенности третья часть. По сей день моя жена проходит третью часть Ведьмака на PlayStation 4, отыграв уже более 400 часов, говорит, что это лучшая игра, которую видели ее глаза. Рассказывать об этой игре ну просто нет смысла, ибо все, что вы увидите там, можно охарактеризовать только положительно. Лучшего отношения разработчиков к своему продукту, чем в этой игре, я не видел нигде и никогда. Печально лишь одно, что продолжения не будет. Но есть одна очень маленькая надежда на продолжение. В одном из интервью на телевидении директор компании Адам Кичинский признался, что отказываться от разработки The Witcher 4 было бы нечестно по отношению к фанатам серии. Остается лишь ждать. Я уже и так много сказал о третьей части, но ни слова не было о первой и второй. Дело в том, что знакомство с игрой у меня началось частично со второй части, и плавно перешло в третью. Я знаю, что первая часть тоже очень годная, и не сыграть в нее ну просто нельзя. Но я боюсь, если опять окунусь в мир Ведьмака, меня бросит жена, уйдут дети, и глаза мои никогда не увидят свет. Ну а если серьезно, то попросту нету времени. И наконец-то первое место. Серия GTA. Первая часть серии взяла игроков хайпом. Че? Там можно делать все? Убивать, грапить, воровать тачки и разъезжать по них по городу? Да ну! Вот это да! Все, я хочу это! Shut up and take my money! GTA свершила целый фурор в мире игровой индустрии. Тут тебе и огромный открытый мир, тут тебе и возможности, тут тебе и тачки, шлюхи, наркотики, рок-н-ролл! У-ху-ху! Каждый школьник дрожал от желания поиграть в GTA. Глаза убивались возле мониторов сутками. Вторая часть отличилась более продвинутой технической частью и неоднозначными заданиями. К примеру, в одной из них нужно было перевести захваченных людей в сосисочную фабрику в качестве сырья. Хе! О как! Подобное вернулось только лишь в Сан-Андреас. С каждым годом GTA совершенствовалась как могла. В третьей части игра преобразовалась в полноценный 3D-проект. Чего только стоит Сан-Андреас, который живет по сей день. Самые генгстерские воспоминания ассоциируются с этой игрой. Мы с пацанами в школе носили широкие штаны, подражая Карлу Сиджею. Штаны свисали до колена, батя был в шоке, во что превращается их сын. Хе-хе! На одном из новогодних праздников мы даже подсунули преподавателям левую кассету с песней Оу-Джи Лока. Хе-хе! И вместо новогодней песенки Оу-Джи Лок зачитал Рэпчанский. Хе-хе-хе! На эту песню орал весь зал, а нас чуть не поперли из школы. Переиграл в Сан-Андреас, называется. Хе-хе! А что касаемо четвертой части, который был развит технически на много лет вперед. А пятая часть стала первой, которая имеет в себе полноценный сетевой режим. Крутая и очень успешная франшиза за всю историю существования видеоигр. И если ты геймер и ценишь годные игры, ставь лайк. Это тот минимум, который мотивирует автора на создание годного контента. А моя собака Дана жмет тебе лапу и говорит До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...